Когда Олег Николаевич говорил, что какой-то психиатр страстно ищет связь между кишкой и головой, мозгами, то мне это напомнило поиск тех больных, того больного, тех больных, о которых пойдет сегодня речь. Мы тоже с моей, да, я понял ошибку, с моим соавтором Натальей Павловной искали предмет для исследования психолегитативного синдрома. И нашли, что лучше, чем больных с запором, найти невозможно. Вся мысль о том, чтобы освободить кишечник, вот тут, постоянно находится в голове. Поэтому вот эта связь, да, и, кстати говоря, вы сейчас увидите, что надо лечить психолегитативный синдром у больных с гастроэнтологической патологией, а именно с нарушением стула, это антидепрессанты, антидепрессивные препараты. Так, помогите мне, где это взять надо? Да, какую кнопочку нажимать? Правая, да? Хорошо. Итак, о психолегитативном синдроме. Перед вами портрет замечательного ученого отечественного, академика Александра Моисеевича Вейна, который разрабатывал психовегитативный синдром и говорил о том, что это генерализованное или системное проявление изменений вегитативной регуляции, предусматривающей взаимообусловленность эмоциональных и вегитативных расстройств. Проявляется или непостоянными нарушениями обусловленными дисфункцией неспецифических систем мозга над сегментарными вегитативными системами. Правый, да? Поэтому сегодня мы говорим о психосоматическом подходе, который позволяет видеть личность целостно, не умаляет значения телесного, более того, подчеркивает ее, и уделяет большое внимание душевному. Если на организм человека действует стресс, будь то острый стресс или хронический, сразу включаются реакции со стороны целого ряда систем. И прежде всего это нервная система, головокружение, дурнота, тремор, мышечные подергивания, судороги и так далее. Не остается в стороне и гастроинтестинальная система, проявляющая себя тошнотой, рвотой, сухостью во рту, отрыжкой, мессиаризмом, запорами, поносы, абдоминологиями. Сердечно-сосудистая система тоже очень реактивна. Это тахикардия, экстрасистолия, кардиология, артериальное давление вниз-вверх поднимается и спускается, аккроционоз, волны жара и холода. Ну, также это терморегулирующая система, также дыхательная система и урогенитальная система. Все они предъявляют целый ряд жалоб, как бы требований к организму, потому что стресс влияет отрицательно на их состояние. В настоящее время с точки зрения психосоматического подхода стало понятно, что нет специфичности поражения органа. То есть психосоматические факторы нельзя рассматривать в качестве этиологических. Они включаются в патогенез заболевания и обычно выступают в роли триггеров, которые запускают обострение или факторов, модулирующих значение заболевания, течение заболевания. Акцент ставится на дезазаптивных изменениях в психической сфере личности, проявляющихся в сфере эмоций. А в сфере эмоций это тревога, это депрессия, это ипохондрия, в когнитивной сфере сужения мышления. С позиции современной медицины течение заболевания является психосоматическим адаптационно-компенсационным процессом. При обострении заболевания это психосоматическая дезадаптация. Для фазы ремиссии это психосоматическая адаптация и компенсация. Давайте посмотрим влияние психических расстройств на соматическое заболевание. Это провоцирование соматических заболеваний, это обострение соматических заболеваний и усугубление течения соматических заболеваний. Психические расстройства как следствие соматического заболевания. Это может быть реакция на болезнь и связанные с нею ограничения деятельности. метаболические изменения как вот так понятно вертикально или интоксикация при тяжелой соматической патологии то или иное влияние психических расстройств на организм оказывает задержку выздоровлений может способствовать прогрессированию заболевания может утяжелять прогноз заболевания врачи общей практики часто встречаются с больными с так называемой толстой истории болезни свидетельствующий о длительных нередко бесполезных обращениях больных с тревожно депрессивной симптоматикой к врачам различных специальностей эти больные в полтора два раза чаще госпитализируются в стационар внимание врачей общей практике должно быть обращено к вегетативным психо-вегетативным расстройством пациентов так как вегетативная нервная система является хозяином наших внутренних органов взрослые лица имеющие симптомы тревоги и депрессии 6 раз чаще посещают кардиолога в два с половиной ревматолога в два раза чаще невролога и лора врача в полтора раза чаще посещают гастроэнтеролога в полтора раза чаще проходят стационарное лечение на этой таблице представлены взаимоотношения тревоги и депрессии и так представим стрессовые здесь в углу слева стрессовое влияние появляется сначала субсиндромальный уровень тревоги потом сама тревога потом смешанное тревожно-депрессивное состояние и наконец возникает депрессия в которую входит больной из которой очень трудно только убеждениями и спокойным голосом беседовать с больным и возникают психотические тревожные и депрессивные синдромы отмечается коморбидность тревожных расстройств с развернутой депрессией то есть содружество этих реакций принципы лечения психо вегетативных расстройств психических это психотропная лекарственная терапия вегетативных психотерапия соматических и психотерапия и психотропная лекарственная терапия психотропной лекарственной терапии надо выделить лекарства которые боятся выписывать терапевты боятся потому что существует специальная форма рецептов что с этими рецептами надо ехать или надо отправлять кого-то чтобы подписать один рецепт на одно на один курс лечения это вызывает конечно в условиях загруженности терапевтов и других специалистов большими обязывает их и отвлекает время и так далее но во всяком случае во всяком случае мне удавалось не один раз на обычных рецептах выписывать препараты лекарственной терапию психотропную и назначать антидепрессанты селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина транквилизаторы наверное идут легче в нашей практике и это конечно отягощает нашу работу терапевтическую но тем не менее эти препараты потихоньку входят наверно будут какие-то сдвиги со стороны реакция министерства здравоохранения во всяком случае я сейчас позже скажу какой то там есть приказ который позволяет выписывать эти рецепты и так мы выбрали несколько выбрали группу больных страдающих много лет запорами и пользующихся основным инструментом облегчающим и их состояние это клизмы и вот на этом самом чистоте клизмирования мы попробовали с коллегой сыграть роль определенную роль при рефракторном типе течения микрофона андрей он да 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 я все так течение инертной толстой кишки как было сказано применяются энтерокинетики с разным механизмом действия в том числе ингибиторы антихолиностеразы однако терапия и т.к. ориентированная только на моторику толстой кишки будет безуспешно немаловажное значение имеет психоэмоциональное состояние пациентов запор относится к непрестижным заболеванием особенно это касается пациентов с т.к. инертной кишкой чаще всего круг информированных людей о данной проблеме пациента очень узок или его совсем нет больные замкнуты в своем внутреннем мире у них имеется выраженная фиксация на деятельности кишечника проявляющийся непомерными требованиями к регулярности стула одного стула в сутки недостаточно нужно 23 и этим занимается где прилечь как сделать и так далее и как можно быстрее пациент это трудные пациенты со своими сомнениями колебаниями склонны к тревожно-депрессивному состоянию мы изучили особенности психоэффектативного синдрома в сочетании с тревожными и депрессивными проявлениями у пациентов с инертной толстой кишкой обратилась 142 пациента с функциональным запором 30 из них 39 это 28 процентов были с декомпенсированной стадии течения функционального запора мужчин 7 женщин 32 соотношение мужчин и женщин один к четырем с половиной средний возраст 44 года контральная группа 16 практически здоровых человек проводил стандартное гастронатологическое обследование для измерения времени транзита использовали карболеновый тест с регистрацией метки карболена с каждым пациентом было подписано информированное согласие это характеристика больных с инертной толстой кишкой количество и частота использования клизм больных значит вот первая группа 13 процентов это ежедневно 5 клизм вторая группа 2-3 раза в неделю и следующая группа один раз в неделю длительность заболевания от пяти до десяти лет психо-вегетативное исследование включала исследование функции вегетативной нервной системы исследование эмоциональной сферы где были различные тесты филбергера многосторонние исследования личности м м 5 общеклиническое гастронатологическое обследование определения времени транзита и и использовался и педокрин и педокрин и педокрин я сейчас они вам попозже немножко скажу психотропные препараты оценка терапевтической эффективности проводилась через 12 недель повторное психометрическое обследование эпидокрин или и пи грикс это сбалансированный ингибитор холин и ста разы двойного действия способен блокировать от ацетил холин и ста разы фермент разрушающий ацетил холин здесь перечисляются психо-вегетативные симптомы их великое множество и самый тяжелый самый большой это симптом по длительности по воздействию на больных это внутренние напряжения астенические проявления головокружения головные боли эмоциональное расстройство колебания артериального давления дегитативные пароксизма гнев и раздражение это все так влиял влияли запоры на наших больных результаты психологического исследования пациентов с и тк с инертной кишкой голубая это депрессия личностная тревожность коричневая реактивная тревожность нас хоть что все все тесты психологического исследования были выше нормы то есть указывали на высокую депрессию наших больных несколько слов о моноаминовой теории депрессии учитывая что мы применяли в лечении селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и селективные ингибиторы обратно в захвата норадреналина значит в так называемый меж мозговой щели происходит обмен аминами они стремятся из мозга далее и тут ты их и подлавливают система которая улавливает их и обратно засылает в мозг потому что без них житье и не житье это значительное развитие депрессии и поэтому вот одна из теорий это нарушение обратного захвата может быть не только нарушение обратного захвата но и дефицит нейромедиатора снижение чувствительности рецептор который захватывает обратно и уменьшение количества импульсов значит эта система в мозговой щели она уникальна и она вот ассимилирует в себе на различные нейромедиаторы по механизму действия здесь вот есть такая на счет ингибиторы мало я их не очень хочу рассказывать терапевтам и гастроэнтерологам а вот ингибиторы обратного захвата я рассказал не селективные и селективные и среди них сейчас мы некоторые на некоторых остановимся так терапевты и гастроэнтерологи используют также трициклические антидепрессанты они используются в практике правда считаются достаточно такими но слова грубые не очень подходит резкими терапии но тем не менее мы среди этих препаратов выбрали венлоксор или венлафаксин преимущество его состоят в чем что он улавливает серотониновые сотрудничать с серотониновыми и норадреналиновыми рецепторами частично с дофаминовыми рецепторами которые положительно влияют на состояние центральных структур мозга снижая явление депрессии схема приема бен венлафаксина венлоксора 37,5 миллиграмм на ночь четыре дня затем 37,5 утром и на ночь четыре дня и вот желтенькая 37,5 утром и 75 миллиграмм на ночь в течение двух с половиной четырех месяцев если терапевты гастроэнтерологи назначают антидепрессанты то они не имеют права назначать их на два на три дня так сказать проба это легенькое сделали посмотрели переносит будем дальше не переносит какое-то что-то произошло отменяем это не годится курс лечения антидепрессантами должен быть не менее четырех месяцев принимается во время еды ну конечно под контролем коллеги доктора снижает венлоксор бета-адренергическую активность как после однократного так и после постоянного приема быстрый противотревожный эффект проявляется буквально в считанные дни купирование тревожной симптоматики уже на первой неделе терапии да значит первые дни лечения назначались небольшие дозы вот здесь 37 и 5 можно было это уменьшить вдвое но в первые дни терапии перед перед даже перед назначением антидепрессантов следует назначить транквилизаторы а именно альпразолам или фенозапам это препараты достаточно специальные и вот относительно выписки их аптеками отпуска аптеками я сейчас наверное найду документы которые нам помогут это найти так правовые аспекты психофармакологической помощи согласно утвержденным минздравом 2000 года методические рекомендации так 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 врач общей практики может заподозрив нарушение психического состояния произвести самостоятельно скрининговое психологическое обследование больного согласно указанным методическим рекомендациям амбулаторно разрешается лечить легкие и умеренные депрессивные проявления состояния без психотических проявлений то есть мы у нас же не идет речь о о психозах острых каких-то да это вот депрессия когда не хочется жить когда целый ряд значит рецепты на психотропные препараты врачу общей практики следует выписывать на бланках формы номер 148 и не более чем на одну упаковку лекарства здесь я в рамках закона минздрава и психофармологическое лечение создает плацдарм для успешной психотерапии спасибо за внимание